Апелляционный суд города Москвы пока не вынес решение по делу Александра Забенкова, оправданного Тверским областным судом. На какой стадии находится судебное заседание, об этом в патрульной службе. 13 апреля в первом апелляционном суде общей юрисдикции города Москвы возобновится судебное следствие по делу Александра Забенкова. Но это заседание вызывают супругу и сестру Александра. Как мы уже сообщали, дело рассматривается коллегией из трех судей. Интерес к этому уголовному делу по-прежнему не угасает. Приговор Тверского областного суда, оправдавшего Забенкова, по-прежнему не вступил в законную силу. Как говорят, надежда умирает последней. Но мы считаем, что приговор вынесен законный, обоснованный, с условием соблюдения всех прав участников процесса, в том числе и потерпевших, и в частности Турач Магомедова, который сейчас в жалобе пишет, что он желал бы участвовать на прениях, но не приезжал. Так же, как и в апелляционную инстанцию желает приехать, но не приезжает, что вызвало отложение дела 1 марта. Я думаю, что приговор вынесен законно, без всяких нарушений материального права и уголовно-процентального права. Напоминаем, все три жалобы потерпевших и апелляционное представление прокурора содержат просьбу отменить приговор Тверского областного суда и направить дело на новое рассмотрение в новом составе суда. Мы следим за ходом событий. Аудитория Большого зала Тверского государственного медицинского университета на этой неделе собралась не для изучения программных предметов. Говорили о событиях на Украине. Инициатором встречи выступил глава регионального исполкома Общероссийского народного фронта в Тверской области Алексей Виноградов. Наша задача пообщаться и разъяснить. Мне есть сейчас что сказать, потому что сводки, в том числе из зоны боевых действий, приходят. У меня есть право комментировать подобную информацию. И очень бы, конечно, хотелось послушать обратную сторону. Разговор вышел серьезным и принципиальным. Шутки в сторону. На нашу страну ополчились враги. И им необходимо дать отпор. Вам интересна тема, которая будет сегодня подниматься? Да, интересно. Сейчас это полезно для молодежи, знаете, и более информированно для всех. Каждый день Запад и США пытаются задурманить головы россиян лживыми сообщениями о том, что происходит на Украине и в нашей стране. Идет беспощадная информационная война, в которой нужно выстоять и попытаться разобраться, на чьей стороне правда. Дорогие земляки, я прошу вас в этот очень тяжелый момент оставаться такими же добрыми, честными, сильными и стойкими, какими всегда были предки, жившие здесь до нас. Это не пафосные слова и не пустые. Действительно, Россия переживает беспрецедентное давление со стороны западного мира, который наконец-то показал свое истинное лицо. Нас пытались обмануть в течение многих десятилетий. Мы не поверили. И сейчас курс нашего президента на геомилитаризацию и геомилитаризацию Украины, направленный в первую очередь на обеспечение безопасности нашей с вами страны, а также братского народа ДНР и ЛНР, где подавляющее большинство населения, россияне, наши сограждане, вот этот курс является абсолютно верным. Проявите терпение и стойкость. Вас не сомневаюсь.